приветствую всех любителей головоломок сегодня анбоксинг приехала ко мне коробочка с двумя замечательными произведениями кубостроительства начнем с одной такой кубик у меня уже был это ради куб мою вместе с оскаром произведенный заказал для своего ученика в подарок спаковывать не буду ради куб замечательная головоломка легко собирается компания мою активно продвигает ее чтобы сделать в царь дисциплины уже собрать на соревнованиях ведут рейтинги учет соревнуются друг с другом уже умеет собирают порядка 10 секунд я однажды участвовал в этой дисциплине на чемпионате в москве я собираю так секунд 40 ничего интересного не тренирую естественно сделать у вца дисциплины будем тогда тренировать это головоломка мне уже на канале было так что пропустим и отставим стороночку счастливому обладателю этого подарка более интересная 2 на заднем плане видна линейка углов вращательных головоломок динокуб самая простая модель рэкс куб угла добавляются лепестки мастерскюб аналог рэкс куба но есть еще уголки которые поинтереснее делать головоломку сборку подольше и мультискюб который на самом деле мультикуб как и меня часто управляют я называю мультискил поскольку это более популярное название лучше отражает его суть но его в основных источниках называют его именно так то есть и в магазинах и в обзорах чаще называют его именно мультискил чтобы не вводить людей в заблуждение такое название не оставляем это аналог мастерскюба в чем-то проще в чем-то сложнее но по качеству и явно лучше от юксин а что же это как видно логотип фирмы даян даян некогда легендарная фирма производящие скоростные трешки даян 5 джанчи легенда после неудачной версии шестой даян панчи скатилась в этом отношении по производству скоростных головоломок и переориентировалась на выпуск не вца всяких кубиков так ну коробочка ничего нового все как у даяна кстати не видел этого намекает на то что будет продолжение давайте начнем с чего что это есть на вид это мастерскюб сравним ну это цветной пластик в черном и белом пластике производится только а это в цветном черных и белых есть одно и то же все одно и то же на вид и разумный вопрос а зачем мне 2 мастерскюб ради того что он калор ну как бы сборок со 50 с этим ничего не случилось однако нет то есть у меня первая мысль такая же была зачем даян выпустили мастерскюб если он уже есть онлайн это конечно хорошо делать головоломки лучше качеством более современное строение но все же покупать то его не хотелось но различие есть давайте все-таки вернемся коробочки тут нам намекают так это у нас называется 4 axis 5 ранг юб мальчик куб на китаец там как обычно улыбается с кучей головоломок а это подождем это наверняка будет интересно даян файв клуб даян 7 то есть видимо одна коробочка на две головоломки и семисвойный будет попозже заинтригован подождем ну давайте посмотрим в чем же разница разница ну разница очевидно в размере то есть чуть-чуть даяновский мастерскюб побольше вспомним как вращается мастерскюб от лан лана то есть также как и ракс куб есть как бы средний слой и два симметрично вращающих слоя уголки ноги думают должны вращаться на них не вращается совсем то есть три слоя ну соответственно по каждой из трех осей вращения такие три слоя есть что здесь попробуем вращать похоже все похоже попробуем дальше средний слой не вращается не хочет зато вращается этот уголочек то есть вроде как три слоя также есть но крайний правый слой здесь похож на мастерскюб от лан лана средний двое толще видно левый уже двухслойный но на коробочке написано 44 это у нас уголочек маленький маленький уголочек который совершенно бесполезно вращается на создает четвертый слой я могу конечно заблуждаться если это действительно так поправьте мне в комментариях наверное именно поэтому циферка 4 в названии и есть четыре слоя давайте вернемся сути то есть это основная разница с мастерскюбом от лан лан да и как и с мультис с кьюбом который мультикуб называют и мультикуб да я носки непроизносимый фо аксис фай франк ю все чаще называет мастерских будем его так называть хоть это и не совсем верно есть помимо дина куба дина с кубом который есть еще дополнительный слой и вращение будет очень похоже на мастерский под таян картиночку тизеньки поставлю чтобы было чтобы поняли о чем речь для тех кому то есть есть неизвестно по вращение давайте смотреть вращаем и хочется повернуть вот этот слой вот так вот он не поворачивается просто будет привыкать потому что вращается маленький уголочек и вот этот вот этот вот этот совсем маленький не знаю зачем он нужен скорее всего просто чтобы мешаться так ну давайте посмотрим возможно ли сделать 10 пиф-паф как на мастерскюбе как это выглядит на мастерскюбе пиф-паф а почему бы и нет то есть очень хорошо это делается интересно если провернуть его трижды у нас центральные элементы лепестки и центре вернуться на место уголки поменяются вот эти и вот эти и вот эти соответственно чтобы их вернуть на место делаем еще три пиф-пафа кручу и очень приятно если вспоминать лан-лан из коробки крайне отвратительное кручение было вот самые первые но спустя где-то сборок 10 он принял именно такой стиль вращения уже вполне комфортно вполне приятный из всей серии вращательных головоломок которые здесь представлены у него наверное самое комфортное кручение хоть и мульти куба она более благородная и нежная но и тут можно крутить быстрее всего такой четкий и приятный вернем на место как уже мы выяснили таким образом пиф-паф и делать можно по вот этой оси на соседней уже то есть можно делать но как-то вот так и это на пиф-паф уже не очень будет походить все тоже совсем не то и центральные элементы переставлять таким образом мы уже не сможем интересно мне так кажется сборка этой головоломки будет не сильно отличаться от сборки мастерск юба с одной стороны это мастерск юб у которого больше свободы за счет вот этих уголков более мелких с другой с ограничениями то есть мы не можем сделать такой вот пиф-паф на этих сторонах то есть так можем а здесь уже нет а и тут уже вырисовывается понятная картина то есть вот этот уголок который вращается показывает нам место расположение углового элемента здорового который у нас неподвижен и чтобы мы не делали он будет оставаться на своем месте то есть если мы делаем вот такой поворот чисто технические просто повернули вот эту часть то есть а сам угол остается на месте он вращается вот эти же маленькие уголки они будут перемещаться то есть мы вращаем этот угол вот эти маленькие уголки они перемещаются соответственно здесь как можно так перемешивать так оно и есть опять же ошибаюсь поправки гололонг приехала только сегодня ранее с ней был не знаком хотя видел в интернете как она вращается представлял что это такое не думаю что здесь возникнут какие-то кардинальные сложности сборки но сюрпризы наверняка возникнут сразу становится понятно что если собирать то вот эти вот крупные угловые элементы которые неподвижные сразу надо правильно ориентировать то есть примеры если захочу собрать белую белую грань на этой стороне сюда все повернуть и остальные элемент собирать вокруг них то есть при желании у меня не получится собрать полноценно всю головоломку если начнем белую вот здесь поскольку вот этот уголок как ни пути сюда не встанет и аналогичная ситуация видимо с желтым здоровые желтые углы вокруг которых надо будет изстроить всю композицию немножко перемешаем и вот становится сразу понятно то есть вот это можно смело повернуть а вот этот основной элемент он вращается по этому признаку можно его и определить то есть можно сразу правильно поставить вот этот желтый зеленый и оранжевый элемент как мы не старайся с этих мест не переставим ребро можно и это ребро и это эти ребра спокойно можно менять центр можно менять такими движениями но эти лепестки никак то есть сначала мы ставим эти углы в правильное положение после этого собираем все остальное скорее всего здесь все будет работать по тем же принципам что и мастерскюб для которого на самом деле существует несколько способов сборки я его собираю как рекс куб и потом пиф-пафами переставляю ориентирую углы с различными перехватами попробую также и здесь кажется основательно запутал думаю легко распутается мне нравится мне вообще вся эта серия весьма по душе хоть и как только он вышел этот даян я не стал покупать не стал покупать потому что я на тот момент еще не умел собирать мастерскюб он не пролежал два года на полке в разобранном состоянии мне сюда него никак не доходили руки сначала собрал рекс куб по аналогии с ним мастерскюб с уголками немного не мог собрать эти их изначально неправильно поставил поэтому мне пришлось подглядеть у ивана цикла секрет для уголки сначала нужно правильно расставить на белом слое потом уже собирать ну с этим знанием все пошло проще так ну чтобы душа не страдала давайте все-таки перемешаем с непривычки хочется вот так вращать но не вращается и рука как бы пропускает возможность вращать вот эти элементы достаточно чувствую вращается но и все равно смажу и думаю это будет еще получше хорошее качество исполнения то что размер чуть чуть больше на сборке не чувствуется по сравнению с фонлановским мастерским а вот то что вращается он по-другому сильно ощутимо даже при скрамблинге вращаем все что вращается чтобы было страшнее и будем собирать наверное сейчас завтра сейчас уже поздновато крайне рекомендую интересная вещь и сделано вполне неплохо удаяновцы молодцы а вот эту штучку мы подождем семисвойный Axis Rang Cube 4 Axis 7 Rang Cube а хотя наверное я был не прав 4 Axis 5 4 оси 5 слоев то есть чисто визуально видим 5 слоев я был не прав да и те кто не досмотрел видео наверняка подумают ай-яй-яй какой неграмотный 5 слоев на 4 оси вращения вроде так ну опять же не прав поправьте рекомендую Dayan типа Master Skill на самом деле немного другая но не менее интересная головоломка возможно даже более интересная ну из-за своих особенностей всем спасибо всем пока собирайте головоломки я тебя не знаю в этом